Марина наш примат! Здравствуйте, дорогие наши бельтане! Боназила, Матши, Драч, Болтень. Конечно же, много вещей накопилось вам сказать. В первую очередь хочу поздравить вас с Новым Годом, который наступил. Поздравить вас от имени Илона Мироновича, от имени всех наших коллег. Мы очень рады быть сегодня здесь. И мы никуда не уйдем, пока вы нас ждете. Мы будем вместе с вами и у судов, и у других зданий столько времени, сколько это будет необходимо. Потому что пока вы хотите борьбы, пока вы хотите, чтобы в Бельцах был другой примат, пока вы хотите, чтобы в Бельцах воцарилось спокойствие, развитие, красота, мы будем с вами рядом. Правда и справедливость. Мы знаем, что в Бельцахе народ сильный и хочет справедливости. Здание, у которого мы сейчас находимся, продалось по полной Майсанду, Басу и властям, которые ничего не могут сделать для страны. Довели страну до нищеты. И второй город по величине также. При этом заставили судей, в том числе из Куртия, Диапел, Белц, принять некорректные, ночные, утренние, беспрецедентные решения, которые лишили прав и возможностей бельчан. Мы, как и говорили вам, не боремся за Илона Шора, Марину Таубер или за партию Шор. Мы не боремся за свою победу, а боремся за победу справедливости. Завтра, послезавтра, вот нас с вами уже много, мы сильные. Но я смутен кутерпич, но я бем кучини салуптем, кум салуптем. Но мы с вами прекрасно знаем, что есть люди, которые одни. И вот вы представьте, эти люди попадают на руку вот таким вот, беспринципным, коррумпированным, судьям, продажным. Но они же никогда, если помните, не вышли к людям, ничего не сказали. Выходите, продажные судьи! Выходите! Я вот когда подходила, слышала, что вы кричали, что пойдем к судьям домой. Пойдем к ним домой? Да! И будем добиваться справедливости! Так? Дайдем к Марисанду и до каждого судьи! Дайдем к Марисанду! И спать специально вы не будете! Так, как и мы не спали! Слава Богу! Ночное правосудие нас возмущает! Это цирк, это беспредел! У вас есть граника работы! Русиня! 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 Я думаю, что все судьи и в первую очередь председатель апелляционной палаты господин Талпа должны уйти в отставку. Это единственное правильное решение. Есть еще одно. Отставка или признать то, что приняли решение под давлением. Если нет, то мы будем приходить и к вам домой. Мы будем приходить во все места, где вы присутствуете, пока не добьемся того, чтобы справедливость вас торжествовала. Долой коррумпированных судей! 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 Ион Талпа Демиссия! Долой коррумпированных судей! Долой коррумпированных судей, которые принимали ночные решения, будут очень долго нам воспроизводить. Поэтому предлагаю нам просто напомнить им, что они ночные суди. И ночные суди должны куда-то удалиться совсем в другое заведение. Здесь им не место. Долой ночных судей! Долой ночных судей! Долой ночных судей! Молдавской юстиции судей по заказу не должно быть, а должны быть судей, которые по закону. И я верю, что с Бельц, с муниципиа Бельц, с сильными людьми, такими, какие вы, которые, несмотря на мороз, на холод, вышли отстаивать свои права и будущее своих детей и внуков, обязательно все поменяется. Именно с Бельц начнутся перемены. Мы не дадим Майя Санду, Касу захватить нашу страну. Мы не дадим людям, не всем, конечно, мы не хотим обижать профессиональных, грамотных специалистов, которые, я уверена, тоже работают и в этом здании, и в других зданиях. Но те, кто принимали ночные решения, должны покинуть это здание и лучше, чтобы они сделали это добровольно. Потому что скоро и вас, толпа и комплект ночных судей по заказу, и остальных из правительства, из парламента люди вынесут на виллах. Вы играете с огнем. И лучше самим подать в отставку и признать, что вы лишили целый город будущего. Возможно, найдется и юридический выход, если вы признаетесь в этом. Я уверена, что мы с вами победим. Хочу вам сказать, что период, который был до 15 января в Молдове, принято празднование. И мы всегда с огромным уважением относимся к традициям и ко всему, что хотят люди. Но все это время, хочу вам сказать, даже в празднике мы получали очень много звонков. Люди приходят в наш офис, люди просят идти на протесты, и люди просят что-то сделать с тем, что происходит. Вчера я приняла участие на одной передаче, где задали вопрос по поводу протестов, которые объявила партия ШОР. Так вот, хочу, чтобы все знали, мы не то чтобы объявили протесты, к нам приходят люди и просят нас защитить их. Они просят возглавить движением против правительства и против таких же коррумпированных людей, которые в том числе сидят в этом здании. Мы не можем ослушаться членов партии, мы не можем ослушаться наших избирателей. Те, кто нас выбирали, диктуют, что мы должны делать. И наша задача это организовать, соблюсти закон, несмотря на то, что мы против каких-то беспорядков, мы должны быть рядом с людьми. И сегодня демократическое изъявление вашей позиции, это единственное европейское, что есть в нашей стране. Потому что все остальное это Майя Санду и ее марка Фейк. То есть ничего настоящего нет. Настоящая борьба против коррупции, за свободы, за демократию, она происходит здесь, на улице. И свобода, демократия, так же как и наша страна, она в ваших руках принадлежит вам. Поэтому я уверена, что победа будет наша. Победа будет наша. Победа будет наша. Марина, нас прима. Марина, нас прима. Марина, нас прима. Долой продажных судей. Долой продажных судей. Долой продажных судей. Сколько стоит сейчас врачной работы с дневным графиком работы суда? Сколько? Вот вы представляете, конечно же, стыдно, когда тебе задают такие вопросы. Но это же заслуженно, правда? Как по-другому можно сформулировать мысли по поводу судей, которые продались? Не важно, задешево, из-за него дорого, продались против собственного народа, оккупанты, которые даже не хотят выйти к людям. Ну ничего, не выйдут они к нам. В следующий раз мы зайдем в их кабинеты, придем к ним домой и обязательно будем требовать их отставки, чтобы справедливость восторжествовала. Мы придем к вам домой! 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 Ну, ждать они, я не знаю, если нас ждут. Но, знаете как, мы люди честные и порядочные. Предупреждаем сразу. Вы не думаете, что мы остановились. Просто мы, чтя традиции нашей страны, постарались так, чтобы праздники земные не были обращены ничем негатива. И все, что исходило с нашей стороны, это было слово «боргелет», здоровье, счастье, волшебство и все то, что мы могли предложить вам хорошего. Но, сейчас уже праздники закончены и, как мы и обещали, борьба продолжается. Мы будем взять за наши голоса. И вот то, что есть в примарии вашей и то, что произошло, если кто-то думал, что мы остановились, приняли это так, нет, бороться будем до последнего капли крови. Поэтому все только начинается. И я обязательно хочу пожелать вот этим вот ночным судям по заказу, господину Сталпе и Косташи, тем, кто сидят в высшей судебной палате, и всем, кто принимал участие в этом беспределе. Все только начинается. А для вас это начало конца. Мы победим. Виктория! Мы победим, потому что вы едины в том мнении, что вы наделали. Вы объединили нас своим ночным правосудием. Пока мы едины, мы непобедимы! Мы едины! Мы едины! Начиная с этого лозунга, когда у нас был пара, у нас теперь 90 тысяч членов партии, нас более 100 тысяч избирателей, и вы видели, что рейтинг партии с 6% вырос до 15, а значит нас становится все больше и больше. И поэтому, когда вчера ведущая меня спросила, скажите, а почему вы задекларировали 50 тысяч человек на протесты, которые пройдут в центре Кишинева? Я говорю, ну потому что это менее половина, или даже менее половины тех людей, которые хотят сегодня, и просим нас выйти на эти протесты. Поэтому это всего лишь правозудие! Жод правозудия! Жод правозудия! Жод правозудия! Жод правозудия! Ночное правосудие! Ночное продажное! Я вам хочу сказать, что у нас даже с вами есть фанаты. Вот есть пару людей, которые очень активно снимают нас. Я знаю, из какого они учреждения, но не буду рекламировать их пока. Хочу, чтобы вы сразу знали, пусть вас никто не запугивает. Флешмобы, протесты и все то, что мы делаем сейчас с вами, это полностью законно. Это изъявление вашей воли и вашего мнения. И мы знаем, что наша страна узурпирована. Мои санглевые факты, ассист, прокуратура, суды и все органы подчинены им. Но за узурпацию власти есть статья в Уголовном кодексе. А все, кто потворствует власти, обязательно сядут в тюрьму и будут наказаны. А мы с вами позаботимся, чтобы справедливая юстиция восторжествовала. Спасибо вам огромное. И давайте, наверное, чтобы вы не замерзли. Идем отогреваться чаем, но напоследок напомним всем, что мы победим. Мы победим! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Ночное правосудие! Ура! 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 Позор! 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 С этим позором не жалите дальше. Ну, просто так это так не останется, поэтому будем напоминать всем о позорном решении ночных судей. Спасибо вам огромное, до новых встреч, низко кланяемся вам, любим вас, обнимаем и мы с вами вместе. Бельцы победа! Бельцы победа! Бельцы победа! Спасибо вам огромное, до новых встреч! Мы любим вас, Марина Александровна, вы наш примарь! Марина Александровна, наш примарь! Марина, 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 наш примарь! Спасибо вам большое за заботу, за все. Думаю, что надо идти греться, а то я вам хочу сказать, уже часть правоохранительных органов университета находится здесь, и я переживаю, что остальные участки города просто никак не охраняются, потому что все силы стякиваются сюда. Мы не собираемся сегодня никого вытаскивать из кабинетов, но это сегодня, а дальше посмотрим. Народный гнев, это очень страшно, и тем, кто сидят в кабинетах и работают по заказам, нужно об этом помнить. Спасибо большое, и дадим нашим правоохранительным органам работать на благо бельчан, а то они очень сильно переживают. Спасибо вам еще раз огромное и низкий поклон. Спасибо.